всем привет и я шустра и мы тут проходим тсо по хронологии между прочим сегодня у нас финал альдмерского доминиона мы молодцы я считаю закрыли прям все альянсы не буду затягивать серии так получилось очень очень длинная поэтому берите вкусняшек побольше чая побольше и айда смотреть там говорят весьма интересно слава зеленому лесу откуда ты и сельвинара или ориентии нам отчаянно нужно подкрепление о чем ты говоришь на нас напала темное существо и я думаю что это был каджит грива значит ты еще ничего не знаешь новость распространяется медленнее чем мед среди солдат я не из подкрепления что здесь вообще происходит проклятие без подкрепления форт гримвич падет и ладно бы еще на нас напали воровская армия беда пришла изнутри грива выпустил на волю духов дроматра что случилось и что еще за дроматра это не у меня лучше спрашивать битвы за форт возглавляют сами лунные избранницы шааза расскажет все что тебе нужно знать я отведу тебя к ней ну веди прогоните темных дуков из форта гримвич не не подожди смотри здесь есть сундук все не заберу где кто куда зачем как еще а наверху господи так сразу и не догадаешься яркие луны до заря твой путь ты выбрал крайне неудачный день чтобы заглянуть в гримвич можешь объяснить что здесь происходит шааза расскажет что знает коджитка ее сестра прибыла сюда пару дней назад мы направились в гримвич после того как узнали о кололианском вторжении с севера главные врата форта были взяты в осаду осаду разведчики упоминали каких-то духов ага мы уже начали теснить захватчиков а вдруг небе появилось какое-то темное пятно криво шааза и ее сестра знают о кузарии уже не один год от него исходила темная энергия он говорил ужасным голосом а что случилось потом грива взмахнула рукой земля задрожала у нас под ногами а потом раскололась и оттуда из ее недр появилась развалины оттуда хлынули темные духи дети ларкаджа дроматра я хочу помочь что мы можем сделать это будет всегда остры твои когти да надо уничтожить колодцы духов которые открылись у наших стен освободим гримвич от их власти очистим форт и после этого сможем пойти искать кали будет давай так и сделаем я с тобой странно как быстро коджит как тебе привязалась лучшие друзья рождаются в бою да что что ты можешь рассказать мне о гриве акузри в качестве гривы выступает духовным лидером всех каджитов но правит в основном выразитель гривы гаря шри в конце концов это же он подписал элденское соглашение и что с ним стало темные луны ша за понятия не имеет акузри он был мудрым и добрым он искусно вёл наш народ своей когтистой рукой всегда считался с гэр с гарэшом ри по вопросам политики каджитка холодеет от ужаса когда думает как мы будем жить без него да да Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Враки. Во имя Лун, ты прошла сквозь врата. Кто ты, Обливион, побери? Ты же Калли, да? Меня Шаза послала. Ха, Шаза. Так и смогла заставить себя оторваться от своих книг и заняться делом. Молодец, молодец. У Калли в ваш мешке есть немного белоглазки. Угощайся, ты это заслужил. Ну что, еще какие-нибудь чудеса покажешь? Нам надо пройти через эту дверь. Что это такое? Откуда Калли знать? Каджетка знает несколько заклинаний, только и всего. Конечно, за столь долгое время она кое-что переняла у сестры, но если нужно как следует пораскинуть мозгами, это Кшазе. Мне удалось рассеять барьер темного пламени, просто пройдя сквозь него. Ну вот, все готово. Просто прикоснись к двери и посмотрим, что из этого выйдет. Да, кстати, если вдруг нам с тобой не суждено больше увидеться, была очень рада знакомству. Ладно, попробуй покоснуться двери. Каджеролит. Да, вот эти вот названия. Угу. Будь проклятой, это место. Очередная дверь с темным пламенем. Я же смогу прорваться еще раз, правда? Калли так не думает. Похоже, барьер здесь очень прочный, и она чувствует во имя Лун, как странно. Каджетка чувствует, что оберег на этой двери наполнен темной энергией. Нам придется открыть эту дверь с другой стороны. И как мы это сделаем? С южной стене есть полуразрушенный проход. Каджетка полагает, что мы могли бы им воспользоваться. Если мои подозрения верны, за этой дверью находится то, что наполняет барьер силой. Давай найдем источник силы и уничтожим его. Вернешься ты или нет, но Калли будет пить сегодня Брэнди, так что лучше возвращайся. А что ты можешь рассказать о нападении? Тупые когти, ну и денек выдался. Мы были готовы сразиться с калавианцами. Шаза и Калли собирались помочь войскам Доминиона прорвать осаду. В нашу честь сложили бы новые песни, а тут этот матфа. А ты когда-нибудь раньше сталкивалась с драматро? Только в книжках для детишек. Для детишек. Честно говоря, мне казалось, что их придумали для того, чтобы у Шазы был еще один способ не надоедать. Она и лунные жрицы безумно разглагольствовали о матрах с тех пор, как мы оказались в монастыре. Вы выросли в монастыре? Можно и так сказать. Жрицы разрешили нам какое-то время пожить с матерью и отцом при условии, что мы будем заниматься, изучать наше место в культе каджита, в культуре. В монастырь мы перебрались после смерти родителей. Похоже, ты бывала во множестве битв. Луна, да. Моя сестра большую часть жизни оттачивала колдовские навыки, а я тренировалась. Клинки и хогти. Я только этим и занималась. Шла в бой вместе с первой морской пехотой Ауридон и тренировалась со следопытами из сумечной лозы. А с калвианцами ты уже сражалась? Да. Если честно, я их терпеть не могу. Наши родители погибли во время набега калвианцев. Мне не терпелось пронзить клинком парочку этих помешанных на богах ублюдков. Отлично. Возможно, чувак, который здесь прошел до нас, все почистил. А это головоломка, что ли? О, нет. Что ж, такое нечасто увидишь. Что теперь? Похоже, Шааза и остальные сумели таки пробраться внутрь. Но наша задача еще не выполнена. Калли чувствует впереди еще больший источник силы. Шааза знает, что делать дальше. Поговори с ней. Будет сделана Калли. Все мертвые, а древние реликвия уничтожены. Кажется, тут была Калли. Что же теперь? Я чувствую, что источник этой скверны находится за дверью впереди. Наверняка его что-то охраняет. Думаю, вторым втроем мы справимся. Так что нам делать? Кто-то из нас должен остаться, чтобы удержать дверь. Шааза подозревает, что это затишье предвещает скорую бурю. Тени сгущаются, я это чувствую. Кто из нас останется? Ты должен идти. Риттар даровал тебе свое расположение. Либо Калли, либо я. Здесь мы будем в порядке. Ты же видел, что я искусная заклинательница, а Калли пару раз уже махала мечом. Я бы хотела, чтобы ты осталась и прилетела за дверью Шааза. Хорошо, я останусь и возглавлю оборону. Да будет твоя победа сладкой и скорой. Хорошо, хорошо. Пусть никто не говорит, что эти призрачные ублюдки не умеют драться. У нас получилось? Думаю, да. Мы переклили здешний источник, без новых дубов, которые заменяли павших товарищей. Мы должны защитить фор за считанные часы. Пойдем, проверим, не решилась ли Шааза хвоста. Калли не отличит Эпос от лунной мантры, но она отлично управляется с клинками. Отличная работа. Спасибо. Думаю, теперь драматры уже не смогут выбраться наружу. Яркие луны, для меня было честью сражаться бок-боку с тобой. Теперь я знаю, почему Рита разбрал тебя. Почему он нам явился? Ты благословенный лунами. Иначе просто и быть не может. Ну что, еще какие-нибудь чудеса покажешь? Нам надо пройти через эту дверь. О чем ты говоришь? Монахи учат, что в лихие времена к нам явятся некие глашатые, благословенные, былыми воплощениями гривы. Он наставит на истинный путь гриву грядущего. Это я цитирую. На самом деле, я не понимаю половины этой зауми. Выходит, я глашатый лун? Благословенный лунами? И пока что, это все лишь догадки. Нам нужно выяснить этот вопрос. Иди на лунную поляну, что к северу от Сен-Аланы. И поговори там со жрицей. Тогда все станет на свои места. Значит, лунная поляна. Хорошо, я отправлюсь сюда, как только смогу. Так, ну ничего, недолго музыка играла. Не, недолго осталось. Клацать каждый раз туда-сюда квесты эти. Скоро мы доберемся. И до главного сюжета тоже. Яркие луны стоят над нами, дитя. Что привело тебя сюда? Мне сказали, что я могу оказаться благословенными лунами. Да? Кажетка, думаешь, что тебя могли запутать? Быть благословенными лунами — огромная честь и великая ответственность, которая достается одной душе из многих тысяч. Как мне узнать, уверяю себя благословенными лунами? Что ж, ты пришел в правильное место. Очищение имеет особую связь с Джоуну Джоудом. Если ты и правда хочешь все узнать, если ты готов, помолись у алтаря. Но не огорчайся, если ничего не произойдет. Продолжение следует... Продолжение следует... Это ведь сам первый Грива, Ритар Ридата, здесь на поляне, ты благословенный Лунами, ты так уверена? Каджитка всего лишь скромная жрица, кто она такая, чтобы сомневаться в решении первого Гривы? Каузанабиджо должна поздравить тебя и выразить свое сочувствие, путь благословенного не усыпан розами. Немедли, благословенный Лунами, теперь, когда тебе известно твое место в мире, ты должен отправиться к жителям Орентии. Сыны Идчерри, Джоуны Джоуна, вызывают тебя о помощи. Что там произошло? Лунный свет поет для Каузанабиджо, поет о тьме внутри Гривы Акузары. Он заодно с захватившими город калавианцами. Это твой долг. Ты должен помочь гражданам и найти управу на Акузары. Не поскажешь, с кем мне поговорить по приезду? В Арентии открылся глаз. Так называют одну из личных посланниц королевы Айрен. Ищи лесную эльфийку Кориэль, у ведущего в город Тракта. Мы еще свидимся с тобой в урочный час. Я найду ее. Ну, здесь недалеко. О, я помню этот город. Друг мой, ты даже представить себе не можешь, как я рада видеть тебя. Мне сегодня очень бы пригодился опытный слуга королевы. Что привело тебя в Арентию? Один из лунных жриц предупредила, что ты будешь здесь. Одна из лунных? Допустим. Слушай, тут дел непочатый край. Кто бы тебя не прислал, я привередничать не стану. Понятия не имею, почему лунные жрицы прислали тебя ко мне, но от помощи я не откажусь. У нас дел по гору. Чем я могу тебе помочь? Арентия захвачена пришлыми северянами-калавианцами. Мне приказали оказывать помощь местному сопротивлению. Это разношерстное ополчение под командованием Казиры. У нас есть кое-какой план действия, но без поддержки не обойтись. Для начала забери форму у этого разведчика. А что потом? Отправляйся в тайное убежище на рынке. Там есть приметная статуя льва у начала ступенек. Да, советую задержаться на рыночной площади и послушать, что вещает пропагандистская иллюзия. Хоть поймешь, против чего мы выступаем. Хорошо, увидимся в убежище. Так, где-то должен быть разведчик. Вот он. Да, бля. Так, где-то не обойтись. Яркие луны, путешественник. Я Казира, мать клана Варентии. Карри говорит, что мы хотим ожидать от тебя великих свершений. Это хорошо, нам пригодится любая помощь. Таков план, мать клана. Коловианцев обманули, а истина нас освободит. Кариэль узнала, что эту атаку на Маркус провоцировал культ Каменного Огня. Культисты червя по наущению Явада Тарна нашептывают на ухо генералу Лавинии. Почему эта информация вас освободит? Коловианцы, несмотря на все их недостатки, народ верующий. Если они узнают, что их генерал состоит в сговоре с дейдрическим культом, то окажется продолжить атаку. Но Лавинии будет все отрицать. Нам нужно выводить признание из ее заместителя. Кто ее заместитель? Центурион по имени Гавон. Лавиния поставила его командовать районом башни. Гавон держит свои войска на коротком поварке, безукоризненно выполняет приказы и строго придерживается своего расписания. Найди в этом районе его планы, и мы узнаем, где его искать. Я узнаю, где его можно будет найти, мать клана. Та часть города названа так, из-за большой башни в дальнем краю района. Как только ты найдешь то, что ищешь, приходи туда. Карьер будет ждать тебя там. И поторопись, нам еще много нужно сделать. Да еще с Гривой разобраться. Разобраться с Гривой? Что это значит? Грива здесь. Некоторые быстрые клинки сообщили, что видели, как он появился в сфере из теней и преклонил колено перед Лавинией. Каким-то образом зло осквернило его, хотя Азури всегда был любезным и добрым. Я видел его работу в Форте Гримвач. Тогда ты знаешь, о чем я говорю. Думаю, все дело в культе каменного огня. Наверняка. Лавинии с ним в сговоре, и эти культисты стояли за атакой колавианцев. Под чьим бы влиянием ни находился пузырь, он явно исходит от их темных чар. Что ты будешь с ним делать? Не знаю. Понятия не имею, что с ним не так. Но если он в сговоре с почитателями Даэдра, о, темные луны. Давай сначала разберемся с колавианцами. С ними, по крайней мере, ясно, что делать. Потом и до Акузары дело дойдет. А я без формы. Ну ладно. Сегодня приходил... Это не похоже на то, что вы ищете. Ну ладно. А что мы ищем? Я и без маскировки могу. Это то? Да. Матрика. Матрика. Угу. Так, выхода всего один. А, подожди, здесь должен быть такой пи-пи-пи или не должен быть? Не, не должен быть. О, график. Хм, а где еще что осталось? Ой, только не говори, что я не могу. Ой, дичь. Ой, дичь. За Би-би. Все. Здесь нельзя выдвать. Маунт можно? Уи-и-и, привет. Рада встрече, как все прошло. Кажется, у меня есть то, что ты ищешь. Держи. Превосходно. Дай посмотрю. Хм, отличная находка, дружище. Теперь зеленым лесом. Клянусь, мы наверняка отобьем город. Но все по порядку. Нужно доставить Сентуриона к Казире. Как мы это сделаем? Гаво, он собирается явиться на эту башню. Нам это на руку. Он с кем-то встречается, с кем-то, кого он не знает. Поднимись на башню и подожди, пока он не подойдет к воротам. А когда он прибудет, приготовься, притвори, что ты посланник Тарна. А что будешь делать, пока я говорю с ним? Он нужен нам живым, так? Ты отвлекаешь его разговором, я занимаю позицию. А потом познакомлю вас с рукаечкой моего кинжала. Все просто. Хорошо, пошел. Продолжение следует... Да благословят тебя боги. Пусть они хранят тебя на твоем славном пути. Да, рад встрече. Поверь мне, это я рад. Я не думал, что мне удастся поработать с членом прославленной семьи Тарна. Видели бы меня моя матушка? Ты расскажешь мне, как это дело? Пока что очень хорошо. Мы ведем перепись всех материалов, которые нам удалось добыть в городе. Я только что ознакомился с новостями из доков. Очень хорошо. Думаю, ты справляешься, Центурион. Как по мне, совсем не дурно. Упал как мешок с вяленым угрём. Как мы доставим его к озире? Тебе должно понравиться. Ты пойдешь вместе с их командиром прямо перед носом этих проклятых колавианцев через главные ворота. Как я это сделаю? Наш общий друг, господин Разумдар, неравнодушен к искусству маскировки. Возможно, он даже показывал тебе серьгу, которую носит с собой. Она зачарованная очень простым заклятием школы иллюзии. На длительное задание не годится, но отлично подходит для быстрого проникновения на территорию противника. Значит, я приму облик Гавона. А что ж Гавон? Я засуну ему в рот кляп и надену на него одежду пленника. А потом... Все, как я сказала. Просто выйти с ним через передние ворота. Это проще парень репа. Это не займет много времени. Ты готов? Да. Да, но ведь вообще все пойдет не так, как надо. Немного нюхательной соли. Надо было, наверное, подождать. Я буду смотреть. Попробуйте, и ты будешь первым к смерти. Нод, если ты понимаешь меня. Так что, хороший парень. Он все равно. Я буду дальше, но я буду рядом. Все так просто Надо же Че-то я подставы ожидала Карри была права насчет тебя Он у нас, что будем делать дальше? Сначала мы хотим просто выгнать его на улицу Заставить лично сознаться во всем перед своими солдатами Ты нашел более интересный способ Мы используем иллюзию против них самих А как нам это сделать? Найденный тобой кристалл позволит нам запечатлеть все, что нам угодно В их проекциях Мы заставим Гавона признаться, что его связь с культом Каменного Огня И каждый коловианец в ориентий увидит его своими глазами Что мне нужно сделать? Будет справедливо, если кристалл возьмешь ты Я допрошу Гавона, а Карриэли позаботиться о том, чтобы он шел на контакт Просто направь кристалл на него, когда будешь готов начать Понятно Скажи нам, что ты делаешь здесь Я знала, что он то слабое звено, которое нам требуется Отличная работа Как я могу запечатлеть его признание в иллюзию? Возьми кристалл и отправляйся туда, где Лавини излагает свое милое и доброе послание Кристалл должен помочь запечатлеть новую иллюзию и распространить его ко всем площадкам в городе Что-то типа магического резонанса? Наверное Я не маг Что потом? Коловианцы пойдут Войска Лавини разбегутся Самое время отрезать голову гадюки Криэль говорит, что генерал использует мой любимый трактир как личный особняк Убей ее, и мы позаботимся обо всем остальном Ты собираешься отвоевать город? Да Когда ты выдвинешься, мы мобилизуем бойцов сопротивления В следующий раз, когда я отдам дань уважения Джоуну и Джоуну Я намерена сделать это в свободной ориентии Удачи тебе, путник Удачи нам всем Удачи, мать клана А что с ним будет? Ааа, давай Ну залезь сюда, пожалуйста Я не хочу с ними драться Еще здесь надо запыхаться М-м-м-м-м Мы не будем здесь Мы не будем таким Мередо Здесь мировая Да, только тебя там не будет. Прошу, не дай меня убить. Что тут происходит? Я сдаюсь. Признание Гавона, Лавини, предательницы и богохульницы. Пожалуйста, скажи, что она мертва, да? Я просто хочу вернуться домой на свою ферму, к семье. Я не думал, что так получится. Почему ты сдался? Когда на нас налетели ваши бойцы, я ухаживал за несколькими ранеными. Я сдался, чтобы они успели спастись. Мы все по-прежнему почитаем восемь богов и отказались участвовать в этом дейдрическом заговоре. Мы не хотим иметь ничего общего с предательством Лавинии. Ай, пощадите его. Оставьте его в покое. Не всех же обязательно убивать. Получилось. Как только они услышали признание Гавона, большинство покинуло город. Они бегут обратно в колонию, в Коловию, сражаться только самые преданные. Как дела с Лавинией? Она мертва. Да, ты лучше всех. Работать с тобой все равно, что слушать одного органианского барда в местной таверне. В смысле, много не ждешь, а потом приятно удивляешься. Коловианцы бегут, и козиры в восторге. Клинусь, зеленым лесом. Неплохо было бы нам передохнуть и выпить чего-нибудь, но не судьба. Тебе предстоит еще много работы. Конечно, культ игрива. Я раздумываю над словами Гри Гавона. Он может не врать насчет храмового района. Наши давно говорят о каком-то странном хангангах в этой части города. Спорим, что там сейчас и скрывается Гри Ва. Я слышал, как он разговаривал с Лавинией. Они явно заодно с сектантами. Проклятие. Мы с козирой перекроем переход в район. Жители Орентии, туда пока лучше не соваться. Ты остановишь ритуал. Найди Акузари и сделай то, что потребуется. Я все сделаю. Удачи тебе. Надеюсь, культ каменного огня не смогут завершить ритуал. А зачем тебе нужно, чтобы жители Орентии туда не совались? В настоящее время об Акузари и Гриве точно ничего не известно. Он сотрудничает с Тардом по доброй воле? Мы не знаем. И не хочу, чтобы благочестивые каджиты этого города толкали тебя под локоть. Что ты имеешь в виду? Ясней я не могу сказать, друг. Грива — духовный вождь каджитов. Он пользуется огромным влиянием. Если он обратится к Озлу, мы не можем позволить ему покинуть этот район. Ну, давай. Даже так? Прикол. Пуф. Да нерон. Красота. О, вниз. Не успели меня вытянуть. Тень, повелитель. Пуф. Нерон! Мусорка. Пуф. Счастье. Счастье. Прикол. Прикол. О, яркие луны, ты спас Акузри, изгнал зло, что гладало его душу. Благодарю тебя, Акузриный не свободен. Ты в порядке? Ты делал ужасные вещи. Каджит этого не делал. Он вспоминает. Крики, злоба, кровь. Акузри вспомнил. Он был не подвластен себе. Его одурманило древнее зло. Темные гривы. Темные гривы? Каджит думал, что это сказка. Такие рассказывают котятам. Ну и про Доматра думал так же. Темные гривы были нашим вождем в древние времена, но пал. Его изгнали из света луны и обрекли вечно блуждать по тьме. Он покинул это место. Ты знаешь, куда он делся? Каджит помнит, как говорил с Явадом Тарном о темном предательстве. О посещении разных мест по всей Марке. Но Акузри не помнит, куда ходил. Хорошо, мы должны покинуть это место. Да, пойдем. Но я за тобой слежу. Я думал, книжка. А я думал, сова. И что, его просто так оставят? Типа, ну, не осудят там, ничего. Это как-то странно. Немножко. Гриба все еще жив. Полагаю, на это есть веская причина, друг. Он говорит, что его контролировал какой-то темный дух. Тогда Казира была права. Она будет рада это услышать. Калвианцы бегут, так что можно сказать, что мы сегодня мы отлично поработали. Рад слышать. Поговори с Казирой. Расскажи свою версию произошедшего. Для меня было бы честью сражаться с тобой сегодня. Да, королевы обязательно дадут вести о твоих подвигах. Спасибо, Карель. Кара-ка-ка-карель. А, он со мной все еще идет, да? Ты снова здесь, и Гриба тоже целый и невредимый. Джоун и Джоун благоволят нам. Он был одержим темным духом, но сейчас вроде бы снова стал самим собой. Моя признательность не выразить словами. Ты наш телесный и духовный спаситель. Пусть танец двух лун приведет тебя туда, куда тебе хочется. Жители Орентии, в долгу перед тобой странник. В нашем городе тебе всегда будут рады, но мне кажется, твоя история еще не закончена. Что нам теперь делать? Как быть с Гривой? Да, с Акузом Ри. Несмотря на все жизненные перипетии, он остается мудрым. Отправляйся в Ролку. Я уверена, что Гриба, что Акуз Ри сделает то же самое. А почему в Ролку? Храм Танца в Ролке, главный храм Марки, это место поклонения, а заодно и точка, от которой надо выстраивать дальнейший путь. Я не могу туда пойти, потому что должна оставаться и присматривать за своим городом. А тебе я желаю ярких лун и острых когтей. Храм Танца в Ролку. Сложил в себя полномочия. Ожидаемо. Добро пожаловать в Храм Ролки, благословенные лунами. Я только из Орентии, город освобожден, но Гриба... Каджит знает, благословленный. Бывший Гриба, Акуз Ри здесь, и по приготовлению уже идут. Твой путь к Танцу Двух Лун начнется здесь. Он уже начался. Избранницы уже здесь. Они с нетерпением ждут твоего прибытия. Ты готов присоединиться к ним? Да. Превосходно. Королева Сильвинар. Королева Сильвинар. Даже падший света кузри внутри. Вышестоящая Каузана Биджо ожидает тебя у помоста. Благословенный следуя за Хадамом До. Веди. Помогите лунным избранницам вступить на духовный путь. Не самое приятное задание, как по мне, но шо ж поделать. Поговорить с элитой Доминиона. Друг мой, как приятно снова видеть тебя. Я рада, что мне удалось убедить Урсельму прийти сюда. Нам нужно помочь Акуззери и избранницам. Это очень ответственный момент для нашего хрупкого нового Доминиона. Значит, высокие эльфы обеспокоены падением Акуззери? Мы скорее стараемся быть на стороже. После создания Доминиона мы пережили целую череду политических потрясений. Старая гвардия на Уридоне, сопротивление правления королю Камарана, а теперь вот еще и духовный. В лидерах каджитов вселился темный дух. И что же вы думаете? Я знаю выразителя и Гриву уже много лет и полностью им доверяю. Я поговорила с Шазой и Кали здесь, в храме. Они произвели на меня очень хорошее впечатление. Саммерсетские острова поддержат Эльсвейер. Что бы ни случилось. Я знаю этот запах. Да хранит тебя зеленый лес, друг мой. Мы с Сильвинаром рады, что можем поддержать народ каджитов. Лесные эльфы не обеспокоены падением Гривы? О, нет. Мой народ раздирают Распи. По-моему, наш хрупкий Доминион сейчас переживает одно из самых серьезных испытаний. Сам король Камаран счел, что ему лучше остаться в Валенуде, держаться поближе к народу и успокоить его. И что ты думаешь? Я говорила с избранницами, впитывала их запах. На вид они стройные, сильные, гибкие. Совсем как мой Сильвинар. Боюсь, у них совсем нет жизненного опыта, которого должен обладать Грива, а они еще слишком молоды. Но я готова подождать и посмотреть, что будет. Приветствую, благословенный. Так необычно называть тебя по титулу после всего того, что ты сделал для Доминиона. Но и это, наверное, было предрешено лунным светом, да? Это было настоящее приключение. А как ты на это отреагировал... А как на это отреагировал простой народ? Новость о падении Акуззари разлетелась мгновенно. Об этих двух молодых женщинах судачит весть Эльсвейер. Как тебе, вероятно, известно, раньше у нас никогда не было сразу двух кандидатов на место Гривы. Тут есть о чем поговорить. Ты не переживаешь из-за того, как на это отреагирует народ? Я подписал Элденское соглашение. Народ доверяет мне, доверяет моим суждениям. Все знают, что я стану хорошим выразителем для следующей Гривы. С моей помощью Каджиты полюбят ее. Каджит смиренно склоняет голову перед благословенными лунами. Ты столько сделал для народа Акуззари, даже больше, чем он сам в свое время. Как ты, Грива? Ты не должен так называть Каджита. Как Акузри уже говорил в Орентии, он больше не Грива. На нем осталось прикосновение тьмы, клеймо, создание Явада Тарна. Он никогда не сможет искупить то, что натворил. Что ж, с твоей стороны, очень любезно прийти сюда, чтобы поддержать избранниц. Каджит знает Шазу и Кали еще с тех пор, как они были детенышами и жили в храме. Они сильные, гордые женщины. Кто бы из них не прошел по пути двух лун, наш народ окажется в хороших руках. Все уже собрались для церемонии. Теперь, когда ты здесь, мы готовы начать. И что мне нужно сделать? Церемония начинается с поглощения эликсира из лунного сахара. Эта уникальная смесь делает ваш разум более чувствительным при косновении Джоуна и Джоуда. А дальше? Мы подготовили храм к этому уникальному испытанию. Если верить летописям, двух кандидатов на должность Гривы еще никогда не было. Ты пройдешь по пути с каждой избранницей, встретишься с проводниками и исследуешь их прошлое. Встречусь с проводниками. Что это значит? Каждый претендент во время испытания встречает личность из своего прошлого. Претендент должен очиститься от сомнений и сожалений. Проводник поможет ему в этом. А эликсир? Эликсир из лунного сахара. Это врата в ритуал. Он позволит тебе открыть дверь своего разума и погреться в свете лун. Прикосновение Джоуна и Джоуда обострит твои чувства. А в чем смысл этого ритуала? Каждый Грива проходит три пути. Путь жизни посвящен росту, любви и обучению. Сегодняшняя церемония начинает путь испытаний. После очищения в храме каждый претендент должен пройти испытания, которые зависят от его жизненного пути. Это два пути, а как и в последний третий. Чтобы доказать, что он достоин, кандидат должен пойти до конца путь испытания. Здесь, в Марке, в городе Дюна, находится храм. Там Шаза или Кали пройдет последний путь, путь двух лун. Мы можем поговорить об этом дне позже, богословенный. Раньше никогда не было двух кандидатов на Лужусь Грива одновременно? Никогда. Избранники рождались при уникальном расположении звезд и лун. Это касается всех кандидатов. Но никогда за всю нашу историю в нужное время не рождались близнецы. В конце концов, все-таки придется принять решение. Решение? Какое решение? Не может быть двух гриф. В конце концов, придется выбрать между Кали и Шазой. И поскольку ты благословенный лунами, именно ты примешь это решение. Спасибо, я готов. Отлично. Начнем. Мы собрались здесь, чтобы ускорить их шампионы на их следующий путь. Путь-путь. Эти три кафе содержатся с лун-сугаром, лук-сугаром, лук-сугаром. Они будут позволить светлые луны в твои souls. Шампионы, выходите на и кухне. Субтитры делал DimaTorzok Знаешь ли, этот эликсир оказался удивительно приятным на вкус, и ни в одном тексте я не находил упоминания об этом. Ты в порядке? Да, конечно. А стена так и должна кружиться? Ладно, не бери в голову. Ты готов? Я с тобой шарзаю. Эта уверенность нам и нужна. Пошли. Подожди, да я только поставлю первые шаги. Нельзя? Почему? Блин, то есть по факту, по факту, поддействуем наркотиков. Мы видим какую-то шизу и бродим по пустому храму. Почему ты здесь? Почему ты бегаешь? Почему ты бегаешь? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нам так и не довелось поблагодарить тебя, Благословенный. Ты стоял с нами в ролке, видел наших родителей, наше прошлое. Спасибо за помощь и за дружбу. Это важно для нас. Нежисто, Сажа. Но хватит о прошлом. Калли уже высмелом, а попытки письменов и ковечет происходящее. Нас поджидают куда более серьезные реальные опасности. Калли рвется в бой. Эти дроматры ей надоели. Нужна добыча получше. Добыча получше? Мы охотимся за темным гривеном, который укрылся в глубинах лунного холма. Полчища его приспешников вырвались на поверхность и перебили почти всех монахов. Маяки, обозначающие это место как священную землю, делаются все темнее. Они питают оберег на два храма. Каков план? Нужно вознести молитву ярким лунам. Отправим ксяк маякам, большим колоннам, которые окружают храм. Там мы помолимся. Мы очистим маяки и отгоним тьму. Благословенно. Я просто уверена, что вместе сможем это сделать. Что скажешь? Давай сделаем это. Метеор-то Беконс. Сиди. Сиди. Угу. Ага, то есть мне важно только начать. Прикинь. Он типа все очищен. Он типа все очищен. Благословенный, кажетка рада, что ты здесь. Скверная этого маяка, особенно сильная, будто тут особенно много энергии Дроматра. Шаза должна провести очищение. Ты уверен, что должна сделать это? Ты силен, друг, но у Шазы больше опыта в том, что касается темной энергии. Она рассеет ее темное влияние. Кроме того, этот ритуал, несомненно, привлечет внимание. Тебе придется защищать Шазу, пока она будет занята. Они приходят для бекона. Моя еще и милая. это самый худший маунт который у меня был когда-то но при этом и самый веселый не мне сюда подожди надо мусь драться инфлят Продолжение следует... Лучше ты, чем я, благословенный. Я не мастер по этим духовным штукам. Чельку вообще хорошо. Я уже все почистил. Пройдет, быстренько сделаю. Маяки очищены, так что этот оберег больше не проблема. Шаза готова... Шаза готова его разбить. Ну что нужно сделать? Твоя работа здесь уже выполнена, благословенный. Нам остается лишь постоять в сторонке и подождать, пока она выполнит свою часть работы. Шаза... Много сил затратила. Шаза готова. Шаза готова. Как много здесь всего. О, ты калолу? Или наоборот. Тарны темные гривы оскверняют храм своим присутствием. Это святотаста по отношению к танцу двух лун, и внутреннее помещение лунного холма погрязло в скверне. Как нам попасть внутрь? Частицы сущности темной гривы извратили алтари Массера и Секунды. Они выползают из щели между кирпичами, протягиваясь и цепляясь за любой луч света. Тьма Адраматра простирается из мира, в котором они обитают, и гасит все, к чему прикоснется. Да, я знаю, мне интересно, как нам пройти через эту дверь. Ах, да, каждый из трех алтарей обычно соответствует одной фазе Луны. Просто напряг их свет, тьму, отбрось и верни. Тогда сможешь пройти через дверь. Как узнать, каким образом устроить алтари? В стародавние времена фрески и украшения на стенах пели о танце. Драгоценные камни инкрустировали в хитроумные панели, говорили с Массерой и Секундой. Время сурово обошло с ними. Возможно, они говорят с тобой. Спасибо, первый грива. А, ну вот. Это должен... Да, поменять местами. А, ну вот. Где он? Пожжи, надо покушать. Война войной, обед по расписанию. Кали, подожди. Кали, подожди. Кали, подожди. Благословенный, я вижу, как свет танца отражается в твоих глазах. Джон и Джо благоволят тебе. Они с тобой в этот трудный час. Тебе предстоит сделать выбор. Выбор? С тобой две пылинки во тьме. Кали и Шаза. В самом деле, лунная избранница. Одна из них высеяет так же ярко, как Джон и Джо. Другая же будет мучиться и гнить и чахнуть здесь, среди скверны под лунным холмом. Я не понимаю, о чем ты. Ты благословенный лунами. Тебе предначертано сделать выбор. Одна из этих женщин уйдет отсюда вместе с тобой и вступит в роль двух лун. Она станет следующей гривой. Другая будет удерживать темного гриву здесь и останется во тьме навечно. Что это значит, Риттар? Риттар расскажет тебе, что сможет. Но знаешь, что выбор за тобой. Тебе нужно выбрать сердцем, разумом и душой. Я должен выбрать ту избранницу, которая заточит темного гриву? Именно так. Она останется здесь, узницей во тьме. Только силы ее души и мудрость ее мысли могут заточить такое сильное зло, как темные гривы. А почему это необходимо? Зачем нужно заточить темную гриву? Ты все сам видел, благословенный лунами. Помнишь разрушение форта Гримвуч? Вот на что способен темный грива, установивший полный контроль над своим носителем. Когда тьма и ее носитель становятся истинным телом, тьма – это ужасно. Почему ее просто не уничтожить? Темные гривы – порождение тьмы. Существо из мира за пределами звезд. По-настоящему уничтожить его можно только встретившись с ним в одним из таких мест. Но здесь и сейчас одна из избранниц может сдержать его, обезопасить мир от зла. Можешь помочь мне решить? Нет, благословенный. Это можешь делать только ты. Поговори с избранницами, если нужно. Выслушай, что они скажут, прежде чем принять решение. Но оно должно быть только твое. Благословенный, Шаза не может сдержать тьму, у нее не хватит сил. Дай мне принять это бремя. Мы можем об этом поговорить, Калли. Задавай мне любые вопросы, какие хочешь. Давай покончим со всем этим. Если ты станешь гривой, что ты будешь делать? Буду руководить твердой рукой и с храбрым сердцем, как меня учила мать много лет назад. Значит, ты хочешь взять на себя темную гриву? Да, благословенный. Шаза умна и талантлива. Но я не думаю, что ей физически удастся вынести эту тьму внутри себя. А у меня хватит сил и воли, чтобы принять это. Значит, Шаза должна стать гривой? Да. Шаза куда лучше подходит для того, чтобы ввести наш народ. Она долго и усердно училась. Есть столько известных о ярких лунах. Она куда лучше ладит с людьми. Она поведет их за собой, а я останусь здесь. Кали, зачем? Провались этот Яват Тарн в Обливион. Мы доберемся до него, Шаза. Я не позволю ей прозябать так дальше. Благословенный, мы с тобой пройдем путь вместе. Мы уничтожим Тарна. После чего я вернусь и приведу с собой самых могущественных мудрецов со всего Тамриэля, чтобы мы избавили мою сестру от этих мучений. Я, кстати, не помню, случится ли это или нет. Кали, темная луна, такая сильная, такая упорная, такая глупая, когда речь идет об подобных делах. Что ж, нам ничего не остается. Идем к дюне. Что нужно сделать? Пройти путь двух лун. Мне это на роду написано. Теперь я знаю. Мы пройдем путь, я стану новой игривой, и мы вернем мою сестру. Поговори с Ванасом Галерианом в Skywatch, он тебя ждет. Моя королева, в борьбе с темной игривой мы потеряли одну из лунных избранниц. Да, я знаю. Ее сестра рассказала нам о храбром и самопожертвовании избранницы. Она не забыла упомянуть и о твоем важном вкладе, как будто ты умеешь делать другие вклады. Я бы хотела предложить тебе кровь и отдых, но сегодня нам нет до отдыха и покоя. Понятно, но, Ваше Величество, что происходит? Мы собирались посмотреть, как избранница пройдет по пути двух лун, но передовой отряд принес неутешительные вести о дыме над дюной, криках Деэдра и появлении служителей культа каменного огня на улицах. Видно, я ваттарну стала ждать. А где избранница? Она взяла несколько самых отважных воинов и отправилась в город. Они пытаются сдержать надежда Деэдра и оказать поддержку нашему гарнизону. Благословенный. А что ты думаешь делать? Ей не помешала бы помощь. Как скажете, Ваше Величество? Да прекрати, я не хочу с ним разговаривать пока. Подожди, еще рано. Будет следующая серия. Следующая огромная серия. Более чем уже, значит, это будет самая масштабная серия, которая была, в принципе, записана по ТСО, потому что она будет включать в себя сюжет и хладную гавань. Благословенный, яркий руны, я рада тебя видеть. Я посоветовалась с этим магом из гильдии по поводу решения наших проблем с порталами. Я тоже рада тебя видеть. О каких порталах ты говоришь? Порталы открылись по всей Дюни. Из них появились Деэдра и заполнили улицы. Я спасла Эсона, не позволив превратить его в ледяную скульптуру. А в ответ он предложил дерзкий план. Думаю, это позволит нам получить преимущество. Каков его план? Возможно, увидев Деэдра, Эсон ограбил одно из хранилищ в храме. Он украл талисман в виде клыка, магическую реликвию. Он настроил его таким образом, чтобы мы могли направить его силу в одну точку и запечатать порталы. Уверена, жрецы бы такого не одобрили, но их здесь нет. Так что нам теперь делать? Клык долгие годы валялся в пыльных полках, сила его таилась. Но благодаря Эсону мы сможем забрать энергию от Ранахов. Таким образом мы наверняка вернем к клыку силу. Забрать энергию от Ранахов? Как? Боюсь, по-хорошему не получится когтями, клинками и заклинаниями. Возьми клык, уничтожь от Ранаха. Пока реликвия у тебя, она будет поглощать их души. Пока клык наполнится энергией, мы с легкостью закроем ему порталы. Я знаю, что ты справишься богословенно, у тебя всегда получалось. Калли, это в тебе нравилось. Ты почти такой же храбрый, как она. Как ты? После лунного холма ты об этом? Наверное, неплохо. Очень скучаю по сестре. Не могу даже сказать, сколько раз, с тех пор, как я приехала в Дюну, мне хотелось обсудить с ней что-то, задать ей вопросы. Хотелось, чтобы она сражалась плечом к плечу со мной. Думаешь, мы сможем ее вытащить оттуда? Честно говоря, я надеюсь на это. Первый Грива вроде был убежден, что ей придется остаться под лунным холмом навечно, но, возможно, если я пойду по пути и стану Гривой, я буду достаточно сильна, чтобы освободить ее от тьмы. И кто же за этим стоит? Тарн. Можешь в этом не сомневаться. Мало было того, что он навязал Акус Зари темную Гриву, он вынудил коловианцев напасть на Оренсю, а теперь он намерился разрушить жемчужину пустыни, наш великий город Дюну. АПЛОДИСМЕНТОНОННЫЙ Гривы АПЛОДИСМЕНТОННЫЙ Гривы АПЛОДИСМЕНТОННЫЙ Гривы Продолжение следует... Продолжение следует... Возможно, он последует совету своих старших товарищей из гильдии. Они должны быть в торговом районе. Мне нужно, чтобы ты их разыскал. Ты пойдешь? Ты не пойдешь со мной? Совет Талмара ждет от меня доклада о произошедшем. Королева и выразитель Гареш Ри будут рады узнать, что сегодня удача оказалась на нашей стороне. Кажется, доверяет это ответственное задание тебе. Удачи, Шаза. Да, светят твой путь яркие луны. Ступай осторожно. Вся эта история со вторжением от нее так и веет отчаянием. До недавних пор Нитар дергал за ниточки и из тени. Вот как открыто напасть на Дюну. Вот так, открыто напасть на Дюну. Один из важнейших городов Доминиона. Должно быть, у него есть какой-то план. Я найду отделение гильдии и закрою портал. Это не оно. Нас предали. Что произошло? Эссан выполнил просьбу избранницы. Он явился в гильдию. Он всего лишь хотел поговорить до магистра. Он набросился на Эссана. Они убили меня. И ты выжил? Почему они это сделали? Не знаю. Я слышал, как Байя кричала что-то от Арни. Должно быть, глава нашей гильдии оказался во власти Ева Адатарна. Они направились к трактиру. Должно быть, они пытаются сбежать. Тотем. Тотем? У Байя есть защитный тотем. С его помощью она нажила печать на весь зал. Всегда. Она всегда твердила, что это всего лишь защитная магия. Но маги. Они заперты в отделении гильдии. Они в плену. Убей ее Байю и уничтожи ее тотем. Спаси магов и весь этот город. А я могу зайти? Не могу зайти. И я не могу. Это надо где-то спрыгивать, да, видимо? А я, кстати, не помню, если честно, как. О, не важно. Никак. Здравствуйте. Продолжение следует... Применить к кому? А, к порталу. Аккуратно. Аккуратно. Че? Не воюй. Как тебе удалось проникнуть за барьер? Объяснись, незнакомец. Мы все на грани. Я убила Байю и уничтожил плен, пленивший вас тотем. Хвала восьми. Я рада, что эта ведьма и ее приспешники получили по заслугам. Она продала свою душу этому трусу. Я ваду тарну. Поверить не могу, что они заперли нас здесь. Без тебя мы бы погибли. Мне очень жаль, но Эсан мертв. Байя и убила его. Эсан мертв? А глава нашего отделения поразила порча. Не могу поверить. Этот ублюдок тар. Да затупятся его когти. Будь он сейчас здесь, я разорвала бы его горло собственными зубами. В городе еще есть порталы? Да, по сообщениям Дейдра, нападение на храмовый район. Должно быть там еще один портал. Вступай, благословенный. Благословенный. Господи. Гильдия сумеет защитить этот район и сделает от следующей атаки Дейдра. Мне бы две книги прочитать какие-нибудь. Есть две книги? Спасибо. Так, мне теперь туда. Можно, кстати, еще прикол вводим? А, 16-16. А, у меня, видимо, уже было получено здесь. Я думала, где мне ачивка за то, что я все собрала. Хотя должно быть, кстати. У меня были парочку этих не собраны. Ладно, не важно. Благословенный. Благословенный. Господи. Полагаю, порядок в торговом районе восстановлен? Да, мы отбили торговый район и я закрыл портал. Клянусь светом ярких лун. Да у тебя настоящий талант. Мои солдаты ждут сзади. Эти храмы были возведены для почитания Джоуну Джоуда. Сомневаюсь, что лунные жрицы поддержат нас, если мы устроим тут массовое кровопролитие. Но члены культа уже осквернили алтари, бездушные мерзавцы. Что нам теперь делать? Я не вижу портала. Но я должна доверять своим инстинктам. Нужно очистить алтари, пусть яркие луны осветят нам это место. Ты оставайся... Ты отправляйся к храмам Джоуны Джоуда. Старое святилище Ла Карджа до сих пор цело. Я займусь им. Тогда там и встретимся. Ох, блин. Нужно очистить алтари. Где Эмбер? Где-то качается. Где-то вообще насрать. Где-то на кохе-кар-кар. Ладно, надо сразу особи я. Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует... 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 глаз королевы дима нам туда на моя королева я подвела вас ты в порядке со мной все будет хорошо как только бог перестанет кровоточить и я смогу идти сама вообще-то раз уж ты об этом заговорил что случилось кто это был где тебя носила последние несколько месяцев эти ублюдки из скрытого наследия подняли восстание против королевы взбунтовали все самерсетские острова все что глаза могли сделать это уберечь ее от смерти что я могу сделать вряд ли ты сможешь что-то сделать они шли по нашим следам через весь легион лишили нас силы я долго не протяну может и сумеешь помочь разу он вот там на холме найди его он последний защитник королевы коджит встретился с тобой скай очи коджит не тревожится он знает нет ничего с чем бы мы не справились ты ранен коджит ранен разум дар ничего не сразит у него шкура стальная но коджит просит чтоб ты говорил побыстрее ему очень хочется спать о боже тебя атаковал риф командору сельма наследие сейчас сильнее чем когда бы то ни было где ты был риф командор обратился против ее величества когда она усилием воли пыталась спасти доминион от распада остальные альянсы захватив сиродил выпустили на самерсет что можно сделать для раза ничего раз будет отдыхать здесь до тех пор пока этот глаз королева не закроется у раза не осталось ничего кроме клятвы он поклялся защитить айрен поклялся защитить своего лучшего друга я найду ее раз со мной на будет безопасности хорошо хорошо разум дар устал он немного поспит если коджит и проснется он надеется встретиться с тобой под яркими лунами удачи друг мой прям упадет нет нет разум дар не сдается айдин битрейда пипу айдин дэмин эндин и рула в таран королевая рэнбо сама королевая рэнбо сама себя защитила ну ничего дальше тинки тут стоит как бы это нелогично я лишь хотела сохранить мечту мечту о моем альдинском доминионе моя королева вы ранены да и очень серьезно отказывается меч может может ранить очень глубоко но раны нанесенной доминиону болят еще сильнее они меня и покупают значит доминиону прям пришел конец да лесные ельфы охвачены яростью коджиты отступили в пустыню а мои сородичи самерсет восстал против меня когда пакт и ковенант прибудет на наш берег нам уже ничего не останется с вами все будет порядке моя королева мы отведем вас безопасное место нет ни некуда идти мой народ отверг меня отверг саму идею о союзе с другими расами знамя с орлом пала я скоро возможно поду и я но ведь вы наверняка сможете дать им отпор а ради чего нам теперь сражаться мы потеряли свое сердце свою душу а после моей смерти не станет и плоти доминиона оставь меня пожалуйста позволь королеве умереть достоинства в тишине и одиночестве все так грустно не думала что все будет так плохо я привыкла что все проблемы можно продумать до конца что с помощью книг и заклинаний можно да ни в одной книге нет решения для такого то что мы увидели не уже это будет еще доминиона я постараюсь не допустить этого мне известно что мы видели благословенные это видение в них показано будущее которым гриво больше не направляет своей народ сливой мудрости но это будущее нас обойдет стороной мы начали путь двух лун путь джоун и джоуда но существует и третья темная луна это враг каджита по имени лор кадж потерянный бог это тайна ждет нас конце пути надо отправиться в логово лар каджа это настолько все настолько плохо даже хуже легенды глаза что потерянный бог погиб что это логово его это его тело бесконечный простор просторы логово что это разлагающийся труп мертвого бога я не знаю что это что такое да нашел кстати чем это да да не она привела нас сюда кали привела нас к рубежу благословенные мне никогда не было так страшно не знаю справлюсь ли я смогу ли я решить посыли на последний шаг чего же ты боишься позади осталось столько сражений столько смертей даже если мы преодолеем путь ведущий через логово лар каджа эти видения заставили меня осознать насколько важную роль играет грива я не знаю готова ли я ты готова шаза ты справишься осталось всего лишь один шаг возможно ради тебя благословенные ради кали ради всех каджита благословенные мы очень многим тебя обязаны не знаю смогу ли я тебя когда-нибудь облагодарить давай сделаем этот последний шаг у красота какая да блин вот арты конечно у них классные загрузочные здесь прям размах чувствуется как раз шага шага я не спешил тебя ты оставил меня в мусорке поли это ты ты живешь ты живешь ты живешь конечно я живу живу и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok